Рекламно-информационная программа. Проект выходит при поддержке группы компаний «Новый дом». С Верой в спорт. Добрый день, это программа «Сверой в спорт» у микрофона Вера Власова. Лето, которое сейчас у нас за окном, солнечное, местами дождливое, это прекрасное время для того, чтобы в выходные проснуться пораньше, часов в 4 утра, и с удочкой, и спиннингом, и лодкой порыбачить одному или с друзьями. И сегодня о спортивной составляющей этого чудесного, умиротворяющего досуга поговорим с организатором турнира «Трофеи Вятки», менеджером компании «Арсенал» Василием Мамоновым. Здравствуйте, Василий. Да, добрый день всем. Насколько знаю, вчера буквально вы прибыли с очередной рыбалки, наверное, которая стала вашим образом в жизни. Хорошо ли клюет? Ну да, мы вчера только вернулись, были на замечательной, огромной реке Волга. Рыба клюет, улов есть, и так что мы всех, вот я зову прямо на рыбалку, пока стоит погода, рыбка клюет. А такая погода способствует, да, наверное, лучшему улову? Ну, комфортно ловить, на самом деле, потому что в холод, в ветер, особенно на большой воде не очень комфортно, а сейчас вот прямо настоящее лето, которое все ждали, и проводить его за любимым занятием. Уже несколько лет ждали. Да, за любимым занятием. Это на самом деле очень-очень здорово. Давно ли вы рыбачите? Какой ваш опыт? Сколько себя помню. То есть это вот, я буквально начал рыбачить, наверное, лет с пяти, и рыбалка, она, на сегодняшний день, это не просто отдых и хобби, да, а это вот именно стиль жизни для меня и моих товарищей. И мы все свободное время пытаемся проводить за любимым занятием именно на воде. Все свободное время, то есть это круглый год происходит? Круглый год, обязательно круглый год, потому что ограничений в рыбной ловле у нас нету, у нас есть замечательный плюс в том, что мы можем и летом ловить, и зимой. Со льда, зимняя рыбалка, она тоже очень интересная, и в ней есть своя романтика, специфика, поэтому, да, обязательно рыбачим круглый год. Ну, как раз та романтика и специфика, которые лишены, наверное, представителей южных регионов и южных стран. Да, они едут к нам, на самом деле, вот в северную... На вятку. Вообще вот куда-то там ближе к северу, где есть лед, для них там, опять же, ну, такая экзотика, изюминка, которой они лишены, а у нас нам повезло. Какова география вашего рыболовства? Ну, честно сказать, объездили, наверное, всю Россию-матушку, побывали на всех крупных реках, малые реки по приглашению своих друзей, и были и за рубежом рыбачили, там, опять же, тоже свои интересности есть, своя специфика ловли, свои стили ловли очень интересные. И последнее время для меня, например, стало очень интересным направлением это рыбалка на море, береговая рыбалка, когда мы едем, например, с семьёй или с друзьями на отдых. Да, мы ловим на камешках, на галечных пляжах. Опять же, мы сочетаем обычный стандартный отдых с любимым занятием, и там тоже очень интересно, там ловятся экзотические виды рыб. Понятно, что не для еды там, но вот именно получить удовольствие, адреналин, прям клёво. Ну, о том, что не для дыма, еще чуть позже поговорим. Расскажите, какой регион вас больше привлекает? Потому что это море и есть, да, то есть Черноморское побережье. Ну, на сегодняшний день, да, меня привлекает именно морская рыбалка. Вот для меня сейчас она стала такой новинкой, очень интересной, там буквально год три назад я для себя её открыл. Вот, мне очень нравится Крым с этой точки зрения, вот. И если смотреть из наших, и очень мне нравится, скажем так, Испания. Вот там, у них там прям тоже очень интересно. Всё, как будто для этого и приспособлены, наверное, да? Где ещё за рубежом вы рыбачили? Я ловил рыбу в Китае, там у них наоборот, то есть я вот, если смотреть стиль ловли, я ловлю в основном спиннингом, то есть хищную рыбу. А в Китае у них всё наоборот, они ловят карпов и карасей. Делают это совершенно в отличие от наших типов ловли со своими тонкостями, с настями, у них там своя философия ловли. И в Японии то же самое, вот в Японии тоже были, но у них там, опять же, ловля спиннингом очень развита. Это как раз морская ловля. И ловля, вот, арея ловля, это форель в замкнутых водоёмах, искусственно разведённая. Ну, вот тоже свои там специфики, интересности есть такие. То есть мы можем говорить о том, что не только в России, но и в большинстве других стран рыбалка становится вот такой, как вы сказали, философией, таким образом жизни, которая способствует какой-то гармонизации, наверное, личности, вместе с тем достижение конкретных результатов, как спорт. Да, совершенно верно. И на самом деле Россия, она, к сожалению, пока немножко отстаёт в этом. Потому что если смотреть восточные страны, там Япония, Китай, у них там такая вот своя философия. А если смотреть, например, Америку, у них это целый такой очень-очень крупный бизнес, потому что с этим связаны огромнейшие магазины. Вот пример, там, да, простой американский футбол и чемпионат по ловле большеротового окуня, баса, там, басмастер, там реально в 4 раза у них больше доходность, чем у американского футбола, и популярность выше. Ничего себе. А связано всё с тем, что вот в американский футбол смотрят все, но играют не все, а рыбалку у них там... Может, каждый. ...много-много народу ездит, и, соответственно, вот эта отрасль, там бешеные деньги крутятся на самом деле, и у них вот именно спортивная составляющая. Большинство турниров, вот всех, которые есть у нас сейчас в России, они пошли оттуда. То есть они реально скопированы, там, переделаны под наши условия, но это всё оттуда. У них это развито очень давно, там, буквально, не знаю, там, с 50-х годов у них просто повальный бум там такой на рыбную ловлю. С чем вы связываете такой интерес к рыбной ловле как спорту? Ну, рыбная ловля сама по себе, она даёт такое вот умиретворение, да, но всегда хочется какого-то адреналина ещё. И вот именно спортивная составляющая в рыбалке, она даёт тот адреналин, которого нам, ну, зачастую не хватает. Да, то есть каждый там болеет по-своему, кто-то на мотоцикле ездит со скоростью 200 км в час, и от этого получает там бешеный адреналин, кто-то прыгает с парашюта, а рыболов, вот он вроде бы едет на рыбалку, да, но он там, да, сидит спокойненько с удочкой там где-то со спиннингом, там что-то вот делает, рыбачит, занимается любимым делом, и в конечном итоге иногда вот начинает складываться такая штука, что вроде бы чего-то не хватает, хочется с кем-то посостязаться, кому-то доказать, что я вот лучше ловлю, да, я там могу, а вот и поэтому люди приходят именно в спорт, в рыболовный спорт, и начинают участвовать в турнирах, в состязаниях, соревнованиях, и на самом деле это очень здорово. И о спортивных критериях, к этому уже вплотную подошли, чем именно спортивная рыбная ловля отличается от обычного досуга по рыбной ловле? Ну, в рыбалке именно вот в спортивной ловле есть строгие правила прописанные, вот, мы, во-первых, ловим рыбу определенных размеров, то есть если на обычной рыбалке мы там можем рыбку с ладошку там ловить, да, вот такое, и уже приятно, то здесь нам нужно максимально крупную поймать, есть минимально ограниченные ограничения по размеру рыб, минимальные, которые прописаны в правилах спортивного рыболовства Волжско-Каспийского бассейна, да, в который мы входим, вот, соответственно, нам нужно стараться поймать самую крупную рыбу, это во-первых, во-вторых, сейчас все практически соревнования, все турниры, они призваны к тому, что мы рыбку ловим и отпускаем, соответственно, на обычной рыбалке многие едут там и рыбу пытаются там привезти и скушать, но на самом деле рыба это не еда, это друзья, ну, вот хочешь купить рыбу, поесть, ну, сходи в магазин, на рыбалку мы едем за удовольствием, за каким-то адреналином, ну, вот поймался здорово, это, да, достойный соперник, которому нужно оказать честь и отпустить его, соответственно, все рыболовные соревнования, они сейчас по принципу поймал-отпусти, это на самом деле очень отрадно, это очень здорово, ну, к сожалению, рыбы становится все меньше, прессинг на водоемы огромный, и вот как раз вот эти все состязания, и на самом деле человек, который пришел в рыболовный спорт, он потом даже на обычной рыбалке, он рыбу не берет. То есть другие цели уже поступают? Она реально отпускается, да, совершенно верно, там уже другие цели, ты едешь на рыбалку уже с немножко другой головой, скажем так, да, ты начинаешь там действительно искать трофейную рыбу какую-то, то есть тебя не интересует мелочь, ты начинаешь подбирать снасти, соответственно, ты начинаешь подбирать уже там лодки, моторы, то есть это все как снежный ком, одно за другим накапливается, и в конечном итоге люди, которые пришли в рыболовный спорт, для них именно это уже становится таким стилем жизни. Давайте еще немного скажем по поводу сохранения жизни нашим друзьям, то есть рыбам. Я так понимаю, что в России, учитывая менталитет наших рыбаков, закоренелых, довольно-таки сложно было достичь этого результата. Как это обеспечивается, как это контролируется на соревнованиях? На любых соревнованиях, и на наших в том числе, сейчас введена такая штука, как видеофиксация. С современными гаджетами это сделать все очень просто. У каждого рыболова на голове находится маленькая видеокамера, которая фиксирует полностью все его действия, и, соответственно, поймав рыбу, рыболов ее сохраняет. Есть специальные емкости уже в катерах, они называются левелы, в которых набрана вода, в которых эта рыба живет, там есть аэрация, насыщается кислородом. И рыба в них живет. Соответственно, после того, как ее взвесили, ее отпускают. На многих соревнованиях в зачет идет только живая рыба, и рыба считается принятой к зачету только после того, как она уплыла. Сама. Сама. То есть совершенно верно. И, например, в том году нам было очень приятно, когда мы ввели повышающий коэффициент за живую рыбу в нашем турнире, он составил 1,2, порядка 80% рыбы мы реально просто отпустили. Но там пришлось повозиться. Бывало, что там с рыбой стоишь в воде час, держишь ее за хвост, чтобы она оклемалась. Но, тем не менее, она уплывала. Это на самом деле доставляет вот точно такую же радость, как от ее поимки. Да, напомню, что это программа «Североспорт», и мы говорим сегодня о спортивной рыбалке с Василием Мамоновым, организатором турнира «Трофеи вятки». И вот уже пора бы сказать, что уже такое «Трофеи вятки», потому что мы уже начали говорить наш турнир, на нашем турнире наши правила. Итак, Василий, что это такое, что за мероприятие как давно появилось? Это коммерческий рыболовный турнир, который появился на самом деле на свет уже 5 лет назад. Но коммерческий мы тоже говорим с определенной оговоркой, так ведь? Да, коммерческий я подразумеваю в том плане, что в нем есть хороший призовой фонд, и, соответственно, все желающие, кто приедут, они борются за классные, действительно полезные призы. Не просто там за медальку и дипломчик. То есть здесь именно коммерческая составляющая с этой точки зрения. Турниру уже в этом году будет 5 лет. Юбилейный будет. Да, он будет такой юбилейный. Если смотреть по развитию, то на данный момент у нас участвует порядка 80 команд, которые приезжают уже из различных уголков страны. Если смотреть первый турнир, у нас там было 33 команды. И это были только Кировские, но там близлежащие области. То сейчас география, она на самом деле очень огромная. Это и Москва, и Нижний Новгород, и Казань, и Ешкар-Алас, и Тывкар, Пермь. Едут это все. Плюс вот в этом году, если все ничего, у нас будет одна иностранная команда. Этот турнир можно будет назвать уже международный. Международный, да. Да, что на самом деле статуса даст нам немножко. Это наши замечательные друзья-итальянцы. Вот завод у нас есть Веста, да. Там вот они работают. На самом деле увлеченные рыболовы, увлеченные рыболовы. Мы их пытаемся к нам пригласить, уже затащить на наш турнир буквально два года. На что купились? Они не то чтобы купились, они немножко боятся. Но говорят, ну вот мы как будем соревноваться, там такие корифеи, рыбалки. Местные, да. Мы не боимся, еще там что-то. На самом деле здесь абсолютно не стоит бояться. Это касается вот всех там, да. Я приглашаю, вы просто приезжайте. У нас были случаи, когда люди просто видели, что на берегу там происходит какое-то движение. Там стоят какие-то флаги, баннеры или еще что-то. Они подъезжали, спрашивали, а что у вас здесь происходит. Мы говорим, знаете, вот рыболовный турнир может участвовать каждый. Это было у нас на второй год. И ребята на маленькой лодочке с мотором 3,5 лошадиных силе заняли второе место. Это вот которые увидели случайно, да? Вот они просто мимо шли на моторе, увидели, что тут такое интересное происходит. Пришли, да, поучаствовали, заняли второе место. Они были безумно рады. И сейчас это, ну скажем так, люди, которые участвуют каждый год. Когда мы с вами беседовали перед эфиром, вы еще помянули о том, что в Кирове у нас ребята тоже не промах, и есть довольно-таки выделяющиеся яркие спортсмены. Что это за ребята, и какова география их успехов, то есть куда они выезжают? Да, на самом деле у нас, ну вот наш рыболовный спорт, он, к сожалению, не так сильно развит, как в других регионах, но тем не менее у нас есть свои самородки, да, есть ребята-спортсмены, которые занимают достойные места на чемпионатах России, на кубках России. Ну, там, к примеру, вот Григорий Фурлет, да, привет, Гриша, если ты меня слышишь, тебе огромный. Это замечательный спортсмен, который занял первое место на чемпионате России по зимней ловле на мормышку. Это огромное достижение, это единственный чемпион пока вот у нас в области, но тем не менее у нас ребят, которые уже с регалиями, там, кандидаты в мастера спорта, они ездят на чемпионаты России и по спиннинговой ловле, и по зимней мормышке, ну, их очень много, и география, на самом деле, огромна, потому что проходят соревнования и в Астраханской области, и во Владимирской, и Калининград, там, вся Россия-матушка. Да, команда ездит, команда участвует, добивается определенных успехов, и на самом деле это вот очень-очень радует, и, соответственно, все эти люди участвуют в нашем турнире. И как раз здорово, что новички, у которых мало опыта, приехав к нам на турнир, они смогут пообщаться вот с этими спортсменами, посмотреть, поговорить. Там ребята все очень открытые, ни у кого каких-то секретов нету, да, там можно задать какие-либо вопросы, ответят, покажут, расскажут, научат. Ну, вот так вот на самом деле в рыбалку-то и приходят. Вы сказали, что сейчас сколько команд уже зарегистрировалось на трофей? Ну, вот на данный момент, на данный момент у нас сейчас зарегистрировалось порядка 60 команд уже, которые изъявили желание участвовать, но у нас регистрация не открытая, и она у нас будет вплоть до 3 августа. Само мероприятие будет? С 3 августа. 3 августа у нас официальное открытие, 4-5 у нас игровые дни, вот, соответственно, с 3 по 5 августа на берегу реки Вятка база наследия около Советска. Вот всех ждем, приезжайте, там будет прям очень-очень интересно. То есть можно приехать непосредственно на месте и уже зарегистрироваться? Конечно, конечно. Давайте по программе мероприятия. Что ждет вот в 6 часов в пятницу 3 августа открытие? Что это будет за открытие и какова дальнейшая программа? Ну, здесь мы уже идем по накатанной дорожке, у нас на самом деле все отработано. В 6 часов вечера будет официальное открытие, на котором мы всех, соответственно, участников и гостей данного мероприятия поприветствуем. Мы напомним о правилах проведения турнира, мы напомним о том, чтобы бережно относились к рыбе и к природе в целом. Будут также приветственные речи от представителей спонсоров, также будут от представителей власти, где мы проводим этот турнир. То есть там советский район, там выступит и глава района. Значит, дальше после официальной части у нас запланирован, как всегда уже стала традицией, замечательный салют. То есть мы откроем турнир и будет досуговая часть. У нас она всегда организована, потому что наш рыболовный турнир мы стараемся сделать для всех интересным. Не только для спортсменов, которым важна именно спортивная составляющая, но и для всех, кто приехал просто отдыхать, у нас будет играть замечательная музыка, можно там будет всем желающим потанцевать на природе. Ну, я считаю, что это на самом деле здорово. Суббота. Это у нас будет сам непосредственно первый тур, но многие приезжают с детьми, и для детей мы организуем отдельный детский турнир, который в рамках нашего турнира проходит. То есть там все желающие могут с родителями поучаствовать в турнире, он будет там буквально часик у нас идти. Мы всем выдаем снасти, удочки, и весело это все проходит. Там тоже есть свои призы и свое награждение, так что нужно ехать с семьей и с детьми. То есть если дети младше 12 лет, тогда со взрослым можно компанию, организовать команду и участвовать в детском зачете, правильно? Если старше 12 лет, 12 лет старше, тогда можно самостоятельно одному уже как спортсмену стоящий участвовать. Да, это будет береговая ловля, не с лодок, поэтому здесь риски минимальны. Ну, понятно, что у нас есть судьи, которые за всем будут следить, помогать, так что нужно участвовать. Продолжаем дальше. На субботе мы остановились, на детском зачете. Суббота, все у нас проходит первый тур, соответственно, подведение промежуточных итогов. В три часа у нас первый тур заканчивается, спортсмены приезжают с уловом, мы его взвешиваем, делаем красивое фото. На самом деле, вот именно взвешивание рыбы, это такой тоже очень живой интерес. Рыба на всем протяжении работы живая. Рыба живая. У нас для этого есть на берегу около воды поставленный специальный бассейн. Также бассейн есть у нас около сцены главный, да, и, соответственно, спортсмены приносят рыбу вживую, мы ее отпускаем в бассейн, смотрим, что, да, все, она хорошо там у нас плавает и чувствует себя отлично. Мы ее аккуратненько взвешиваем, а тут же бегом бежим в реку ее отпускать. Наверное, какие-то ветеринары еще, да, предполагаются, чтобы определить состояние рыбы? Здесь, на самом деле, каждый спортсмен, который пытается привести рыбу вживую, он понимает и знает, что с ней нужно сделать. Но, тем не менее, там мы, ну вот команда моих единомышленников и помощников, да, там судей, мы обязательно следим. То есть там есть свои хитрости и тонкости. То есть, например, если, ну не дай бог, не дай бог, случилось так, что у рыбы пошла кровь, да, от крючка, то ее очень просто остановить обычной банальной Кока-Колой. Ну вот кто бы об этом знал, но вот мы на самом деле это знаем. И потому что в Кока-Коле содержится очень много сахара, она очень быстро ранку заклеивает, и плюс углекислота, она обеззараживает. Вот, рыба после этого себя чувствует замечательно. Это не реклама, предупреждаем сразу. Это не реклама, да. Но Кока-Колу с собой лучше взять на рыбалку. Ну да. Вот, соответственно, всегда есть там перекись водорода и все оставшееся. Ну, это вот такие мелочи, которые знает каждый спортсмен, который участвует в турнирах и который пытается сохранить рыбу живой. Такой зачет, то есть такое взвешивание будет производиться и в субботу, и в воскресенье. И в воскресенье, совершенно верно. В субботу у нас заканчивается тур, после этого опять же будет свободная часть, досуговая часть. У нас там попоют исполнители, песенки, все будет весело. Мы приготовим для всех уху, да, мы стараемся организовать... Из кого вы будете уху делать? Уху мы будем делать из заранее привезенной рыбы, непойманной там. То есть уха будет, ну, не из речной рыбки. Гуманная. Гуманная очень. Вот. И, соответственно, первый день у нас закончится. В воскресенье все по тому же плану. То есть утром у нас старт второго тура, спортсмены уезжают. Мы остаемся на берегу, ждем взвешивания. В три часа у нас взвешивание, и в шесть часов официальная часть – это закрытие турнира, награждение победителей, самое сладкое, да, там, для всех подведения итогов, вручение призов, опять же, слова, и завершение, закрытие турнира. Я так понимаю, что будет несколько номинаций, несколько направлений. Номинаций, на самом деле, будет очень много. У нас есть номинации с первого по пятое место. По пятое даже? Да, по пятое – это просто призовые места. Плюс у нас есть отдельные призы за самую крупную рыбу по видам, то есть за самую крупную щуку, за самого крупного судака, окуня, жереха и езя. Ну, то есть вот каждый еще может поучаствовать вот в этих, и плюс наш турнир отличается немножко от других тем, что мы стараемся наградить как можно больше спортсменов, которые поучаствовали. У нас есть там различные призы за самую маленькую пойманную рыбу, за самый юный возраст, за, не знаю, там, прекрасным дамам, которые участвуют в турнире. Женские команды есть, кстати? Женские команды есть. Больше того скажу, что есть там семейные подряды такие, что там, ух, ловят. И поэтому у нас призов-то на самом деле достаточно много, и призы очень хорошие для нашего региона. Я считаю, что отличный призовой фонд, порядка миллиона рублей будет. Ого! Ну, то есть есть шанс побороться. Есть шанс. Да, в любом случае, как минимум, прекрасные эмоции обеспечены. Да. На природе, свежем воздухе, выходные, красота. Да, на наш турнир, на самом деле, едут люди очень часто. Это многие говорят, ну, вот я там представляю, что я, скорее всего, даже ничего не выиграю. Но вот это вот общение с единомышленниками на природе в течение трех дней ни с чем не сравнимо. И такое бывает раз в год. Да, и слава богу, что бывает. А по размещению, как вы сказали, это все на базе, в спортивной рыболовной базе отдыха происходит, наследие. Неужели туда все поместятся? Значит, есть два принципиально разных типа размещения. Ему прекрасные. Да, мы можем разместиться в комфортабельных домиках и коттеджах на базе. Если погода будет отличная, то большинство выбирает как раз кемпинговый вариант размещения. Там отличные пляжи, на них будет выведено электричество, если нужно зарядить гаджеты какие-то, либо обеспечить себя, не знаю, лампочкой, чтобы у нас там свет был. И многие выбирают именно такой тип отдыха на дикой природе, на песочке, в палатке, у костерка. Это на самом деле романтика. Многие команды представителей, которые приезжают из других регионов, особенно Москва или еще что-то, они нам сразу говорят, какой дом мы не будем в доме. Только палатка, только песок, и все, больше нам ничего не нужно. Потому что у них там реально уже нигде ничего. Да, дайте дрова, палатку, и все, нам больше ничего не нужно. Свежий воздух обеспечен. Поэтому вот с этой точки зрения там здорово. Здорово. Еще условия участия. Обязательно, что нужно с собой иметь, где можно зарегистрироваться? Зарегистрироваться на турнир. И всю подробную информацию можно получить у нас и посмотреть на официальном сайте турнира. Это trofeyeviatky.ru. Значит, по поводу обязательных документов, которые нужно с собой иметь. Ну, соответственно, это паспорт, да, он там, это все прописано. Потому что при регистрации команды мы записываем паспортные данные участника, потому что им выдается видеорегистратор, который как раз обеспечивает. То есть можно с собой их не брать, это все выдается организаторами. Мы обеспечим. Нужен паспорт, регистрационный взнос с команды составляет 3000 рублей. То есть с двух участников все собранные деньги, которые идут у нас в фонде вот в этом, они распределяются между первыми пятью местами именно в призовые. Можно даже посчитать. Можно посчитать, да. В призовой фонд они туда уходят. То есть никуда-то не тратится, там никто на этом не зарабатывает. Вот это все уходит в призовой фонд. Вот. И, в принципе, больше ничего. Ограничений по возрасту, как мы уже сказали. Даже у тебя лодки. Ну, лодку-мотор-то, понятно, что там едут все с собой. Это уже как само собой разумеющееся. Лодка-мотор с Настей, это у каждого свое. Ограничений по мощности мотора и длине судна у нас отсутствует. То есть можно участвовать на чем угодно. То есть у нас реально бывает, что приезжают на 6-метровой лодке с мощностью мотора 200 лошадиных сил, и тут же рядом стоит маленькая лодочка с маленьким-маленьким моторчиком, и шансы есть у всех. Или весельная, наверное, да? На веслах нельзя, только моторы. Только моторы. А почему? Ну, чтобы здесь было, ну, какое-то хоть равенство передвижения. Потому что на веслах, на реке Вятка с нашим сильным течением, это надо так сильно постараться, чтобы порыбачить. Катамараны есть на всякий случай. Нет, но здесь только мотор, то есть это водомоторный турнир. Соответственно, лодка, мотор, они должны присутствовать. Какие они будут, это уже на выбор участников. Насколько я понимаю, пятый фестиваль, это далеко не окончание ваших планов. Я так понимаю, что в следующем году ждет какое-то развитие программы. Да, планы у нас на самом деле грандиозные. Мы движемся только вперед, мы пытаемся развиваться и делаем для этого все возможное. Если сейчас это у нас именно такой коммерческий турнир с отличными призами, то со следующего года наш турнир получит аккредитацию в Федерации спортивного рыболовства российского уже. И на этом турнире все, кто приезжают, смогут получать разряды. Соответственно, уже становиться профессиональными спортсменами. Если приезжают у нас уже спортсмены, действующие из других регионов, они свой разряд могут подтвердить, либо получить более высокие. И также на нашем турнире уже можно будет получать кандидат мастера спорта звания. А с этим званием уже человек может отбираться в сборную России на чемпионаты мира и везде-везде. Соответственно, это даст огромный приток профессиональных спортсменов из других регионов. То есть наша задача развивать, чтобы к нам вот ехали, да, то есть такой рыболовный туризм своеобразный, чтобы к нам ехали, чтобы нас знали, чтобы смотрели, что у нас как и происходит. Ну, как вы сказали, иностранцы к нам уже, в принципе, ездят. А как-то по ним, по другим регионам, по другим странам освещение фестиваля и плана фестиваля происходит? Удается это сделать? Мы, на самом деле, достаточно активно его развиваем. То есть это соцсети, само собой, плюс есть такие рыболовные форумы, да. Они есть в каждом регионе. И там очень активно, насколько я знаю, общаются рыболовы. Там очень активный народ, соответственно, там ведется ветки турнира, да, это все там освещается, кто-то задает вопросы. На самом деле вот оттуда и узнают все об этом. Потому что, ну, все равно рыболовный спорт – это такой достаточно узкий круг, да. То есть если там, не знаю, футбол смотрит там вся страна, да. Ну, это да, это болезнь уже всей страны. То вот рыболовный спорт, его вот смотрят вот так. То есть, например, вот сегодня идет самый крупный турнир, который у нас проходит, это ProAngers League, вот сегодня второй день, да. Вот кто об этом знает? Это где такой проводится? Он проводится уже тоже там порядка, там, по-моему, шестой год. Это самый крупный рыболовный турнир в Российской Федерации, который у нас существует. На нем участвуют только профессиональные спортсмены. Сегодня у него первый этап на Чебоксарском водохранилище. Первый этап, сегодня первый этап, второй тур. Вот сегодня идет. Соответственно, все, кто причастны к рыбалке, вот за этим делом следят. Он там вот закончится, через два с половиной часа тур закончится, и будут известны победители первого тура. А всего их три. Следующий там будет в октябре, ой, вернее, в сентябре, и третий тур у них в октябре. Кто-то из кировщан принимает участие в поддумных турнирах, в нем, в частности? В этом турнире в ProAngers League никто у нас не принимает участие. Со следующего года там есть буквально две команды, которые будут туда отбираться. Ну, других рыболовных турниров, на самом деле, по России тоже у нас крупных есть. В них принимают участие, ну, и я вот в том числе. Да, насколько я понимаю, пока не так развит спорт, во многом за счет того, что отсутствие финансирования, да, нужно об этом сказать, какое-то государственное муниципальное. Да, совершенно верно. Здесь все равно, так или иначе, организация любого мероприятия, спортивного турнира, она упирается в финансовую составляющую. И, к сожалению, вот из-за этого спорт именно рыболовный, он сейчас в таком, ну, вот только-только начальная стадия у нас. Если смотреть по другим регионам, там, возможно, и финансирование получше, да, возможно, есть какие-то спонсоры, которые помогают, и там спорт развивается чуть интереснее. Поэтому вот мы прилагаем все усилия для того, чтобы у нас в нашем регионе это все было на достойном уровне. И я думаю, что мы сможем противостоять там всем невзгодам, да, и сделать турнир наш и помочь всем остальным, чтобы прям не стыдно было за наших спортсменов. Согласна с вами. Итак, еще раз, с 3 по 5 августа спортивно-рыболовная база отдыха наследия, Советский район. Можно приехать просто посмотреть, да? Обязательно. Можно приехать просто посмотреть, приехать с семьей, поучаствовать в каких-то конкурсах и просто отлично провести время на природе. Ну, мы ждем всех. Мы ждем и приглашаем абсолютно всех. Да, так что смотрим информацию, регистрируемся, едем, смотрим, участвуем обязательно. Да, и еще, если позволить себе небольшой анонс, все знают, что 7 июля играет у нас сборная России по футболу. Даже сегодня уже помянули против Хорватии. Большая, важная игра, и, конечно же, многие будут смотреть. Вместе с тем 7 же июля состоится у нас впервые в Кирове в таком масштабе ночной забег. Называется он ночная вятка. Старт-финиш Александровский сад, так что всех тоже призываем. Будет очень ярко, очень красиво. 5 и 10 километров дистанции. Регистрация, кстати говоря, еще открыта. И для тех, кто хочет сочетать спорт, бег в частности и просмотр чемпионата, игру нашей сборной, всех приглашаем в Александровский сад, потому что будет организована трансляция игры, и можно совместить приятное с полезным и пробежаться, и посмотреть. Забег, кстати говоря, будет по окончании игры практически. Так что Александровский сад 7 июля в том числе отметьте у себя в календарях. Возрастное ограничение по ночной вятке мы указываем 18+. Итак, говорили мы сегодня о таком мероприятии, как трофеи вятки и о рыболовном спорте в целом. В гостях у нас был Василий Мамонов, организатор турнира трофеи вятки и менеджер компании «Арсенал». Василий, вам большое спасибо. Желаю вам успешно провести мероприятие. По окончании тоже ждем вас с небольшим отчетом. Спасибо. Спасибо всем. Всего доброго. С верой в спорт. Спасибо.